Плавающий фундамент, прогнившие стены и потолки, огромные трещины по всему дому. Валентина Николаевна живет в этом доме с момента постройки. Сейчас ей 72, как и этому зданию. Трещать по швам оно стало еще в 1998 году. Тогда и дали первое заключение. Процент износа 80%. Нам представитель ЖЭКа говорит, а что вы хотите? При таком проценте износа мы обязаны через 5 минут вас расселить, выселить. А у нас нет такой возможности. Вместо этого решили подлатать старый дом и ограничились вот такой конструкцией, которая, по мнению специалистов, должна скрепить стены и не дать им развалиться. Вот наша стяжка. Вот она, тоненькая труба идет. И она идет туда. И с той стороны такая же балка стоит. Вот это все крепление у них. Жители несколько лет добивались того, чтобы их дом признали ветхоаварийным. И, наконец, это случилось. Расселить всех должны до конца 2020 года. Но это не успокаивает. Условия проживания здесь просто невыносимые. Отопление дали только вчера. При этом батареи еле теплые. Горячей воды нет уже три месяца. Впрочем, это проблема не только 12-го дома, а также ближайших соседей. Причем у них до сих пор нет тепла. У нас с двух кранов холодная, батареи холодные. То есть мы на обогревателях продолжаем сидеть. В управляющей компании от комментариев отказываться не стали и объяснили причину случившегося. Там случилась авария. Пока разбирались комиссиями, где да как, потому что было непонятно. Из двух кранов шла горячая вода. Начали производить ремонтные работы. Пока раскапывали, пока заказывали трубы. То есть это затянулось на временно определенные. Вот поменяли одну трубу. Началась ломаться вторая. Поменяли вторую, третью. Сейчас работы все выполнены. Но сейчас мы не можем пока включить, потому что дальше будет работать другая организация. Там же не одна проходит труба. То есть за какие-то трубы отвечаем мы, а за какие-то отвечают другие организации. Поэтому это не наша территория. На своей территории мы сделали все. Как выяснилось, эти дома управляющая компания взяла себе на баланс только месяц назад. Предыдущая от ветхих строений отказалась. При этом еще неся ответственность за состояние домов, практически ничего в них не делала. Мы отремонтировали бойлер. Мы сделали опрессовку, сдали инспекторам ЧКТС. Мы заменили систему подачи воды холодной, горячей и систему подачи тепла на Нахимова 12. Столкнулись с проблемой, когда меняли вот эти трубы сгнившие. То есть участок замены трубы показал, что вся система прогнившая. То есть меня в одном месте получаем, течь в другом месте. По словам управляющей компании, пока они работают себе в убыток. Но между тем не отказываются добросовестно исполнять свои обязанности. Обещают заменить все устаревшее и сделать ремонт в подъездах. Времени прошло совсем немного, да и жители не торопятся оплачивать коммунальные услуги. Сегодня за обслуживание рассчиталось только 10% собственников.